Андрей, я думаю, что все поклонники бокса до сих пор находятся под впечатлением от ноябрьского турнира поколения победителей. Действительно, турнир получился эпичный, грандиозный и очень много было интереснейших боев, напряженных, драматичных. Как ты думаешь, вот тот вечер, который нас ждет 23 февраля, он сможет эту планку удержать, а может быть даже в идеале ее приподнять еще выше? На самом деле было крутое шоу в ноябре с такой эффектной концовкой. Что касается, сможет ли удержать позиции компания в плане организации, в плане непосредственно зрелищности поединков, мы делаем все возможное, мы организуем поединки, где результат невозможно предсказать. И все это мы только узнаем непосредственно 23 февраля. Послушай, получается, что вот ваши турниры, они уже выходят из плоскости чисто спорта, да? Они превращаются в такое шоу, которое абсолютно точно можно поставить в один ряд с суперконцертами, суперзвезд, которые проходят также на этой концертной площадке. Ну, в принципе, задача она стояла изначально, когда создавался сам проект Виктори Тим. И сейчас уже можно смело назвать, что это уникальное событие в жизни нашего города. Как составляли файт-карт нынешнего турнира? Были какие-то приоритеты? Может быть, сделать акцент на более техничных спортсменов? Либо же тех спортсменов, которые умеют сделать из своего боя шоу и поработать, так скажем, на зрителя? Либо же важно было взять статусных спортсменов, которые за счет статуса приподнимут общий уровень турнира? Первое – это подготовка, ну, уровень боксера. Что туда входит? Это и физическая подготовка, и технический арсенал. Очень важна и психологическая подготовка, потому что наша площадка вмещает 3000 человек, эвент-хоу. И в моей практике я не раз наблюдал очень много примеров, когда ребята очень талантливые, вот, выходят на арену и психологически в процессе становятся неготовыми, и тем самым не раскрывают полностью свой потенциал. Вот. Это тоже очень важно. Второе – это, конечно, популярность. Вот. Для нас важно, чтобы спортсмен был популярен как в нашем регионе, так в ближайшем, так сказать, Черноземье, в России. Вот. Третье – это, конечно, финансовая составляющая. Ну, и четвертое – тоже очень немаловажно, особенно в профессиональном спорте – это харизматичность непосредственно спортсмена. Опять же, как ты говоришь, Иван, то, что само мероприятие спортивное, да, становится уже как шоу, да. То есть мы работаем вот именно над этими критериями как с боксерами, так и непосредственно в самой организации. То есть детали важны. А сколько занимает процесс формирования файткарт? Вот. По опыту, я думаю, вот эта кухня будет очень интересна нашим зрителям. Все зависит от многих факторов. Первое – ну, естественно, мы изначально готовим, так сказать, главное блюдо, да, главный бой вечера. Вот. И от этого уже отталкиваемся. То есть под главный бой мы уже подбираем другие бои. Акцент делаем конкретно на наших бойцов, которые находятся у нас на контракте. Это так же, как и воронежские боксеры, так же и из других городов, которые боксировали у нас на мероприятиях, которые уже завивали любовь к публике, у них появились болельщики. Вот из этого числа кто выйдет на ринг 23 февраля, кто, скажем, станет хозяином ринга и, так скажем, кто будет собирать основной любовь к публике? Мы готовили главный бой Сергея Шарапова. Это логично. После… Завоевавшего титул чемпионов страны. Да, после того, как завоевал он титул. И мы согласовали титул чемпиона Европы по одной из ведущих международных организаций – IBF. Мы определились с соперником и начали делать непосредственно кампанию рекламную под этот главный бой. Но в процессе так сложилось, что Сергей получил травму. Мы не стали рисковать и перенесли этот бой на другое мероприятие, согласовав, опять же, с международной организацией то, что Сергей травмирован, и нам бы хотелось перенести бой на другую дату. Но в Воронеже. Да, именно в Воронеже, конечно. Именно для наших зрителей, для развития этого вида спорта именно в нашем регионе. Бой сорвался. И мы начали исходить из того, что мы имеем в данный момент, какие у нас боксеры, которые готовы заменить именно в главном бою. Мы остановились на несколько кандидатур. Это Евгений Вазем, который также у нас боксировал в главном бою вечера, ровно год назад. Соперником был Александр Котов. Это был очень драматичный поединок. Большая ставка была со всех сторон, как и со стороны команды, так и непосредственно с тренерского состава. Была уверенность, что он победит. Но в итоге он был нокутирован. Тяжелейший нокаут. И год его ровно не было на ринге. И сейчас он выходит в ринг не просто, чтобы там, как спортивным языком можно назвать, вкатиться, набрать форму, почувствовать. Потому что перерыв очень большой. А он выходит против непобедимого проспекта. Молодого, амбициозного, который едет сюда побеждать. И это будет очень интереснейший поединок. Еще? Я думаю, что это будет, наверное, главный бой. Еще кого можешь выделить из россиян пока? Конечно, Владислав Вишев. Это супертяж. Это королевский вес. Это, так сказать, штучный продукт, товар. На рынке. Обладающий самым сильным ударом в Черноземье. Ему предстоит очень сложный поединок. Возможно, который решит именно судьбу его в спорте. Объясню, почему. Соперник у него возрастной. Старше его в два раза. Провел более 50 боев. Оппоненты у него были как действующие чемпионы мира, так и бывшие. Это Григорий Дрозд, всеми известный. Конечно, да. Рахим Чехиев. Ну и сейчас одна из главных звезд в России в тяжелом весе. Это Марат Гассев, который недавно 3 февраля боксировал в Сочи. И бой был просто супер. Что-то даже напомнил бой в ноябре Сергея Шарапова против Камбола. Согласен, да. В этом году и в этом турнире конкретно очень серьезная, так скажем, международная составляющая. В том числе дальние зарубежья. Как останавливали выбор на иностранцах? Самое важное – это, конечно, уровень. Все-таки цель с каждым разом, с каждым мероприятием мы ставим выше в плане конкурентных поединков. Мы уже отказываемся, как это было в 2011 году, без вот этих деталей, чтобы вышел боксер и в первом раунде на кутиру. То есть зрителя уже не обманешь. Это факт. Поэтому по этим очень важным критериям мы отбираем соперников. И так получилось, что интересы совпали именно на иностранных бойцов из Камеруна и Кубы. Кубы – это кубинские боксеры. Это вообще целая история. То есть с советских времен мы еще конкурируем в этом виде спорта. Они являются лидерами. Это некий бренд в боксе. Да. Они являются лидерами. Это бренд. И очень всегда зрелищные и конкурентные поединки между нашими странами. Послушай, Виктор Тим уже завоевала признание в нашей стране уж точно. И на рынке занимают прочные позиции. Как в плане международного рынка обстоят наши дела? Каков вектор развития, вектор продвижения на международную арену? Какие-то уже успехи сейчас ты можешь выделить? Сейчас задача стоит такая, чтобы удержать те позиции, которые завоеваны на российском рынке и выходить на мировой рынок уже в 2019 году. Почему в 2019 году? Потому что 2018 год у нас весь расписан. Мы планируем в 2018 год провести четыре мероприятия, которые состоятся в Воронеже на площадке Эмонд-Холл. Есть конкретные даты, подписаны контракты и есть четкое понимание, что мы там хотим видеть. Первое. Задача стоит организовать и завоевать титул чемпиона Европы по одной из ведущих версий. Сейчас конкретно можно сказать, что это будет IBF. Для этого у нас боксеры, которые могут это сделать, есть. И второе – это организовать поединок между Артуром Осиповым и Сергеем Шараповым. Именно в этом году, чтобы понять, кто из них лучше и с кем можно выходить уже на мировой уровень. И, конечно же, Осипова мы увидим сейчас 23 числа. Да, это очень интересный поединок. Артур не боксировал у нас тоже ровно год. Последний его бой состоялся в феврале 2017 года, где он боксировал за титул чемпиона России и СНГ с Русланом Холикоевым. Он за этот период провел три боя. Ни одного не проиграл. Все бои завершил досрочно. Воронежская публика его знает. Любит. Да. И он возвращается. И я уверяю, что это будет очень интересный поединок. Тем более соперник у него тоже кубинец. Это всегда интересно. На каждый турнир, мы это видели и в ноябре, я уверен, это будет и в феврале, приезжают топ-звезды, топ-боксеры, которые блистали, блистают на рингах. Причем на рингах самых крупных турниров, опять-таки, с огромным мировым признанием и интересом. Их что привлекает в этих воронежских турнирах? Потому что, естественно, вы общаетесь, общаетесь тесно. Что они тебе говорят? Какие комплименты? А их, я думаю, очень много. И, может быть, какие замечания делают? Звездные боксеры, назовем их так, приезжают с большим желанием в наш регион. Их задача состоит в том, чтобы популяризировать этот вид спорта. Они дошли до максимального уровня. Они уже кумиры у миллионов мальчишек. И главная задача у них стоит, чтобы популяризировать наш любимый вид спорта – бокс. Поэтому здесь никаких трудностей нет. У меня хорошие отношения со всеми боксерами. Топ уровня. Единственное, здесь мы попадаем иногда, так сказать, в разрез их личных интересов. Приведу пример. Вот мы хотели пригласить Александра Поветкина. У него сейчас бой в марте в Англии. Естественно, у него идет подготовка. Естественно, он не сможет приехать. Но он с большим удовольствием приедет в Воронеж, к примеру, там, 12 мая на следующее мероприятие. И также поддержит наших ребят. Ну, 23-го мы кого увидим в Воронеже? Сейчас на данный момент есть договоренности с Денисом Левидевым и Дмитрием Кудряшовым, известным как «Русская кувалда». Естественно, ваша компания очень тесные связи уже наладила и с представителями бизнес-элиты. Вот в этом плане можно ли сказать, что вы также смогли покорить сообщество нашего города, нашего региона, может быть, ближайших регионов? Ну, покорить это громко сказано. Мы на пути к этому. И я думал очень много, в чем их интерес, да, участие непосредственно вот в нашем проекте. Первое, что я хотел бы выделить, это, конечно, бокс. Как бы ни было, но это факт. Второй момент – это непосредственно аудитория, целевая платежеспособная аудитория. Третье – это количество зрителей, которые присутствуют на нашем мероприятии. Последние цифры у нас – аншлаги по три тысячи человек. Еще один немаловажный момент – это трансляцию прямую, которую смотрят более трех миллионов человек. Вот эти основные составляющие и привлекают партнеров в нашем регионе. Подводя итоги нашей сегодняшней беседы, наша встреча с тобой в этой студии первая в новом году, поэтому я тебя попрошу сначала выделить главный успех «Виктори Тим» года ушедшего и, конечно же, цель номер один на 2018, уже наступивший год. Бокс развивается, бокс популярен, мощнейшая пропаганда здорового образа жизни и спорта. Это важное, что я хотел бы отметить, чего мы смогли добиться в 2018 году. Планы на 2018 год – это титул чемпиона Европы, которого у нас на данный момент нет. Есть боксеры, кто сможет завоевать. Ну и, естественно, бой Артура Осипова и Сергея Шарапова, который я уже сейчас на этой передаче анонсирую. То есть мы будем работать именно в этом направлении. Ну что, Андрей, спасибо тебе большое за это интервью. И, конечно, мое к тебе единственное пожелание, чтобы все планы твои личные и, конечно же, «Виктори Тим» воплотились в жизнь. Ну а я приглашаю всех на мероприятие 23 февраля, где мы сделаем все возможное, чтобы каждый зритель получил те эмоции, за которыми он непосредственно приходит на концертную площадку. «Музыка» 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 «Музыка»